здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 54 уроке видеокурса уникальные виджеты adobe meuse в этом уроке очередной виджет мы с вами уже что-то похожее делали аналогичный виджет но он немножко другой сразу видно что можно располагать до нескольких виджетов думаю даже на без ограничений на одной странице что считается очень ценным и также в принципе практически все можно настроить и как вы видите в данный виджете нет проблем с отображением русских букв давайте перейдем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета изначально давайте посмотрим виджет наш будет выглядеть вот таким образом весь серый давайте посмотрим настройки первое поле как раз таки одно из самых можно сказать важных за счет него у нас есть возможность размещать наверное неограниченное количество таймеров на одной странице просто каждый раз ставьте в новый копий таймера вот здесь например новое значение 01 02 и таймеры будут работать я проверял дальше сразу если мы бросим взор на все настройки то что мы видим мы видим некое устаревшие отображение всех настроек например вот выбор цвета у нас стоит какой-то код нету уже привыкшего нам квадратика с палитры цветов почему так потому что данная версия виджета старая она 2014 года но это не делать виджет плохим и если вы не знаете как получать код цвета нужного оттенка я вам это покажу давайте по порядку первое здесь мы ставим дату год месяц и дни то есть до какой даты тикать таймеру я ставлю 2016 ниже поле вы можете поставить еще и время часы минуты секунды и вот бэкграунд цвет для наших кругов только не для этой анимированные полоски которые движутся а для заднего ее фона давайте я вам покажу как вставляется код цвета мы просто идем в заливку выбираем какой-то цвет и вот здесь вот показан код данного оттенка мы его отсюда копируем и вот здесь вот нужно удалить вам весь код только оставить решетку как я и control в вставить вот таким образом меняется цвет у старой версии виджета дальше вот это вот бэкграунд это ширина вот этой области вот этих вот кругов да и чтобы виджет например увеличить или уменьшить мы просто можем потянуть за ползунок и мы видим виджет круги наши все у нас стало крупнее итак давайте попробуем уменьшить вот это значение до 0 5 и посмотрим визуально вы видите вот эти круги стали тоньше то есть не вот эти анимированные до которые движутся а именно эта подложка то здесь уже на ваше усмотрение как вы хотите сделать вот этот параметр он наоборот увеличивает толщину вот этих анимированных движущихся кругов здесь тоже на ваше усмотрение дальше параметры дни часы минуты секунды также можно поснять галочку например чтобы не отображать дни или любой другой элемент времени также здесь просто в поле дни удаляйте и пишите по-русски и русские буквы здесь отображаются дальше у нас есть код цвета это код цвета для круга который анимированный то есть непосредственно этот код цвета он нужен для круга дни то есть мы просто также можем сейчас взять код цвета и посмотреть и вы видите вот здесь прямо в режиме редактирования круг анимированная часть вижу тогда круга она поменял цвет дальше не вижу смысла объяснять для минуты секунды и часов здесь уже все по аналогии хочу вам только показать последнюю настройку который не влезал у нас в экран это анимация это уже в принципе то же самое что и было в предыдущем виджете аналогичным то есть как двигаться анимации у нас она двигается вместе с секундами совершая паузу либо она будет вот если выберем вот этот вариант она будет двигаться плавно вот все в принципе настроечки давайте посмотрим в браузере видно что движется плавно конечно у аналогичного виджета там намного больше настроек но там у нас не работали дни минуты часы и секунды да то есть перевод на русский язык возможно разработчики это исправит и здесь видите ограниченные возможности здесь нельзя поменять цвет не цифрам не нашим вот этим вот словам хотя если прибегнуть к старому трюку выделяем виджет берем инструмент текст и идем в цвет и пробуем сменить на свой и о чудо меняется цвет и текста нашему и цифрам посмотрим браузере вот так вот все просто на этом данный урок закончен и увидимся с вами в следующем вот так вот и Продолжение следует...